всех приветствую друзья вы на канале ферме знает с вами Ольга Елисеева сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления французского сыра который называется морбье я уже делилась рецептом приготовления этого сыра ну а сегодня буду варить из 20 литров коровьего молока на сыроварне фансельпро первый процесс который у нас должен произойти это пастеризация молока и если вы делаете это в сыроварне обязательно проверяйте уровень воды водяной рубашки буду повторять каждый раз чтобы этот момент не упускали и всегда заполняли водяную рубашку проверили далее перекрыли кран и уже можете пастеризовать сейчас я уже молоко пропастеризовала до температуры 65 градусов и мне сейчас происходит охлаждение до температуры 32 градуса в летний период не ждите выдержки молока 10-12 часов сразу отправляйте молоко на пастеризацию варите сыр быстро происходит обсеменение молока молоко портится на улице жара поэтому я вам рекомендую но буквально через 3-4 часа сразу молоко пастеризовать тогда у вас будет результат потому что не у каждого есть идеальные условия температура определенная в цехе в помещении то 18 22 градуса при которой должна происходить варка сыра и мне вот пишут в личные сообщения ольга все делала по технологии соблюдала все режимы все параметры но сыр увы не получился друзья но именно из-за этого все происходит быстрее скоростью вот всех реакций необратимых происходит и получается в итоге брак и не то качество поэтому следуйте моим рекомендациям и тогда все будет получаться хорошо бывает такое что человек рассказывает свои проблемы оказывается что он молоко вообще не пастеризует друзья обязательно пастеризуйте молоко чтобы вкус сыра получился чистый вкусный без лишних посторонних вкусов и не надо выдерживать еще раз повторяю молоко по там 10 12 часов летнее время а если вы уж хотите его выдержать но тогда его после дойки нужно резко охлаждать тогда на вас будет стоять и хранится хорошо там до следующего дня что нужно сделать для этого приобретайте лари охладительные какие-то приборы чтобы молоко это сохранить чтобы качество молока не испортилось вот пример приведу после дойки вы например взяли молоко с фермы да оно после дойки ведь еще теплая там но температура до 25-30 градусов закрыли бочку довезли домой посчитали вы например по времени 10 часов 12 мне будете стоять в холодильнике но вы не учитываете момент то что молоко вы привезли домой не охлажденное в бочке плюс вы везли машина у вас с кондиционером там есть вас наверняка может быть не приспособленная да поэтому вы его ставите в холодильник или в ларь но она у вас же там 30 градусов поэтому ни в коем случае не даем тут никакой выдержки а сразу пастеризуем да процесс удлиняется вы целый день будете делать сыр этот но друзья вы сэкономите на качестве сыра в итоге получите хороший результат из компонентов нам понадобится мезотермофильная закваска она может быть любого производителя а в составе ее входит газообразующая мезофильная закваска то есть эта закваска будет выделять у нас газ и в теле сыра будут образовываться пузырьки далее нам понадобится флористый кальций можно использовать как аптечный покупной так и сухой дозировка следуйте инструкции производителя я буду использовать десятипроцентный хлористый кальций на 20 литра 20 миллилитров хлористого кальция далее нам понадобится фермент фермент я буду использовать животного происхождения фермент сычужный 90 марки экстра следуйте также инструкции своего производителя и вносите по норме отличительной особенностью сыра мордье является прослойка из-за золы из или из пепла этот древесный уголечек мелко перемалывается и смешивается солью если у вас такого компонента нет вы можете заменить на активированный уголь мелко активированный уголь тоже в блендере перемалывайте и далее просыпаем тоже через сито то есть повторяем такой же процесс если бы у вас был древесный уголек здесь мы на этом блоке все восстанавливаем температуру пастеризации до какой температуры нам нужно охладить вот после пастеризации 65 градусов устанавливать температуру 32 градуса значит я подключаю к охлаждению происходит охлаждение и здесь у меня все на блоке управления видно что происходит охлаждение что работает миксер то есть мешалка всегда когда идет пастеризация охлаждение мешалка всегда работает волочко у нас вращается но таким образом быстрее охлаждается либо нагревается поэтому все вот эти параметры на блоке управления мы видим если нужно смотрите вода например набралась то есть вернее вода набирается и я высела 32 до градуса и когда уже будет порог достигнут то звенит всегда звуковой сигнал значит нужно воду подойти и перекрыть все сейчас у меня 35 градусов немножечко еще 3 градуса подождем температура будет 32 и будем носить ингредиенты подключение воды максимально простое просто подключаете высоко фиксируете и мы закрепили на хомутик также здесь на сыроварне открывается вот подача воды вот здесь она открыта если нужно перекрыть просто перекрываем вот таким образом видите водичка идет происходит охлаждение то есть водичка поступает а через верхний значит у нас отвод водичка у нас отходит сейчас я напор немножечко сделаю побольше просто для напор сильно большой не делаю потому что никогда не делайте большой напор прям сразу включили во первых будет что-то срываться будет все обрызгивать помещение так где вы варите сыр слабенький делаете напор потихонечку водичка идет идет поднимается молочко охлаждается вот таким вот образом а все делаете деликатно с расстановочкой а ну водичку эту собирайте если нужно например что-то потом помыть инвентарь я здесь собираю либо в какие-то ведра специальные там где вы будете ее хранить можете набирать потому что вода абсолютно чистая можно использовать ее на полив короче вода на вес золота поэтому просто так ее мы никуда не выливаем температура достигнута пока все у меня мешает вращается добавляю сразу хлористый кальций имейте всегда такую волшебную бутылочку это у меня пастеризованная вода этой водичкой я всегда разбавляю вернее в ней я растворяю заквасочные ингредиенты так добавляю мезотермофильную закваску я добавлю одну четвертую чайной ложки это закваска чазит ма-4001 и добавим бреви бактерии буквально на кончике ножа скажем так я добавлю одну шесть четвертую чайной ложки скажите зачем же добавляете бреви бактерии ну бреви бактерии мы будем еще намывать специальным раствором но незначительное количество количество я все равно всегда при приготовлении сыра морбье добавляю в сам сыр само молоко на днях пришло такое сообщение про сыроварню что сыроварня должна выполнять все функции вот если сырное зерно то оно должно сто процентов все вымешивать и без всякого заминания не нужно ничего приспосабливаться все должно работать идеально как часы правда часы бывают не идеальные друзья я считаю что сыроварня это столько имеет плюсов что вот этот нюанс вымешивание сырного зерна когда я вам показываю что нужно просто его поднять наверх вы знаете перекрывает вообще все она работает то что сколько сыров я уже показала на ней пожалуйста смотрите рецепты пользуйтесь и варите сыры поэтому не спешите делать такие голословные выводы вы если варили сразу вот мы прям купили сыроварню и на ней стали варить да просто приноровитесь к ней а вот некоторые люди пишут что оленька как я рада что я купила сыроварню буквально вчера прилетела сообщение что теперь у меня есть помощница люди счастливы вот просто счастливы не знаю то скольки благодарят и они рады и что у них есть помощница и что они будут приварить на профессиональном оборудовании поэтому знаете кому что нужно вы смотрите приценивайтесь у кого знаете какой бюджет на каждую сыроварню поэтому исходите из этих нюансов все взвешивайте и принимайте правильное решение и да если вы еще не приобрели сыроварню вы можете с легкостью повторять те же процессы что я делаю на сыроварне только в своей емкости в своей кастрюльке своем в своей таре который вы приспособили для сыроделия делайте все точно шаг за шагом я знаю что это такое я сама варилась 5 литров молока в кастрюле постепенно наши кастрюли росли потом мы переформатировались в сыроварне так постепенно все у нас как бы обрастало не все сразу не сразу москва строилась поэтому а повторяйте то же самое этот рецепт и у вас тоже все получится хорошо но сейчас время пришло чтобы мы добавили культуры закваски и бреви бактерий все сейчас еще перемешаются они в молоке в течение одной минуты и мы оставим на активацию на 30 минут далее мы добавим фермент фермент сычужный у меня сухой я его разведу заблаговременно за 10 минут в этой вот волшебной пастеризованной водички и добавим молоко многие держат и коров в хозяйстве своем и козочек я вам а расширю ваши возможности как можно еще поступить например вы сделали можно этот сыр сделать из козье коровьего молока то есть смешать это молоко можно сделать одну шайбу из козьего молока другую шайбу из коровьего молока и между собой их просыпать золой и получится сверху коровье молоко снизу козье будет очень оригинально поэтому друзья смело экспериментируйте пробуйте ну и пишите соответственно свои комментарии как у вас все получилось и как вам все понравилось а этот сыр мы не красим молоко сейчас летние коровы пасутся на траве но настолько вот получается вот из коровьего молока желтого цвета что я думаю блин как будто натуральный краситель она то добавили ничего подобного ничего мы сюда добавлять не будем если вы делаете из козьего молока тоже никаких красителей добавлять не нужно вот этот нюанс момент просто тоже запомните для себя и применяйте активация культур закончилась а теперь я включаю миксер он перемешивает молоко в течение одной-двух минут выключаем миксер теперь я снимаю сам миксер отсюда отправляем его на мойку и добавляем фермент фермент у меня уже растворенный я его растворила если жидкий фермент у вас его тоже нужно растворять воде теперь его вливаю и перемешиваю шумовкой шумовку сейчас возьму после того как мы добавили фермент определим точку флакуляции мультипликатор для сыра морбье равен трем все хорошо перемешаем остановим вихре молока шумовкой чтобы у нас колье было ровное гладкое глянцевое без завихрений и отделения сыворотки то есть она образуется деление сыворотки когда если не остановить будут вот такие вот вихре и так сразу на поверхность помещаем баночку все теперь мы этот момент засекаем как только наша крышечка баночка вернее перестанет возвращаться по поверхности молока и образуется под ней вмятинка этой будет . флакуляции далее мы это количество минут умножим на мультипликатор 3 друзья помните я варила сыр дуглас а вот этот сыр я делала с бататом натуральный краситель он такой классный он такой оригинальный он такой хамелеон и хитрый смотрите что прай за происходит видите сейчас тело сыра такого на розового фиолетового оттенка когда мы его только разрезали вот этот свет фиолетовый был только по краям как только сыр то есть вдыхает воздух температура на на него тоже влияет он приобретает значит вот розовый оттенок вот это свойство такое мигрирующее просто потрясающее когда эту головочку разрезала я сразу даю на мужу на дегустацию он говорит оль он при запекании короче тоже становится прям розовый ну настолько это классно настолько это интересно и настолько он получился вкусный при выдержке небольшой дно до пяти месяцев структура ну круче чем пармезан просто гениальный обалденный сыр вот эта головка к сожалению в одном экземпляре уже на нее очередь образовался пол головочки осталось я всем ребятам предлагаю то есть своим клиентам даю пробники кто не пробовал все в восторге ну реально такой классный сыр буду закладывать еще маленькие головочки из 20 литров молока фансели и большие головочки будем закладывать короче офигенный краситель просто натуральный этот батат настолько мне понравился необычно правда необычно и очень вкусно потрясающе вкусно точка флокуляции составила 16 минут 16 минут умножим на мультипликатор 3 получается 48 минут мы должны подождать до полного образования сгустка как мы считаем значит 48 минут минус точка флокуляции 16 минут и до нарезки сырного сгустка мы ждем 32 минуты то есть не с той точки флокуляции мы ждем еще там 48 минут а именно 32 минуты здесь очень важно и так ждем еще 32 минуты и приступаем к нарезке теперь мы режем колье полтора сантиметра прорезаем сгусток сначала вдоль далее поперек после нарезки оставляем в покое на пять минут через пять минут нарезаем таким вот гнутым ножом также делаем постановку полтора сантиметра постепенно опускаем нож и прорезаем сгусток и так до самого низа мы формируем вот эти кубики делаем постановку так далее отдохнет еще минуты 3-5 и будем делать вымешивание шумовочкой вымешивать примерно 10 минут 10-15 минут ручным способом значит просто будем вымешивать рукой после того как наш сгусток уплотнится мы уже поставим мешалку от сыроварни на сто процентов самую максимальную и будем вымешивать уже с помощью сыроварни при покупке сыроварни эти два ножа идут в подарок не нужно тратить дополнительно деньги приобретать их потому что эти ножи в любом случае вам понадобится это профессиональное оборудование которое должно иметься иметься у каждого сыровара без него нам никак не справиться а здесь они уже идут в подарок а это так приятно делаем первое вымешивание делаем все деликатно медленно если попадаются крупные куски мы подрезаем с помощью ножа сейчас происходит отделение сыворотки постепенно промешиваем его это сгусток сверху вниз не разбивая если видите что у вас нежное такое получается это зерно да то нужно делать все деликатно если плотнее можно по плотнее все вымешивать молоко летние она достаточно жирная поэтому и сыворотка отходит медленнее из если зимнего молока например я буду делать это цир то сыворотка будет отделяться быстрее жирность меньше поэтому никуда не торопимся делаем все целенаправленно правильно следим за процессами и контролируем все тогда получится все замечательно теперь мы нагреваем медленно до температуры 38 градусов я поставлю медленный плавный нагрев не быстрый нагрев два режима сыроварной нагрева быстрый и плавный вот именно на плавном нагреве у нас будет происходить когда мы выбираем заданный режим он также высвечивается на блоке управления сейчас я еще повымешиваю буквально на 5 минут сырное зерно и буду устанавливать мешалочку все тут уже уплотнилась сыворотка делилась тоже залипание не будет происходить сейчас еще кубики крупные подрежу с помощью ножа как мы работаем с мешалкой от сыроварни fancy pro очень просто одеваем ее на рабочий механизм когда но чтобы она у нас крутилась фиксируем надежно чтобы она у нас не выпадала там есть специальная защелка она защелкивается и все включаем миксер нажимаем на кнопочку миксер она у нас начинает вращаться сейчас посмотрим какие здесь у меня стоят проценты я сейчас посмотрю чтобы у меня стояла точно сто процентов сто процентов стоит все выход теперь я что делаю я поднимаю сырное зерно опускаю мешалку правой рукой я все сырное зерно поднимаю наверх и резко ну скажем так резко опускаем мешалка сыроварни и все сырное зерно у нас получается свободно плавать с сыворотки и не происходит слипание сырного зерна внизу через 5-10 минут я проверю сырное зерно шуму остановлю миксер просто под не под ними и шумовочка я почерпну не образовались ли там какие-то комочки бывает что ты там может образовываться просто берете руками все разламываете эти зернышки и далее вымешиваете таким же способом таким же принципом всегда поступайте при вымешивании этой мешалкой все получается все хорошо температура поддерживается и так месяц уже 36 градусов пусть все вымешивается а мы будем просто этот процесс смотреть и контролировать заблаговременно сейчас я сделала воду пастеризованную температурой 45 градусов мы сделаем морбье с промывкой сырного зерна немножечко мы его промоем излишне так скажем лактозу уберем а вот чтобы вкус морбье был более нежный без всякой излишней кислотности вот поэтому мы промоем есть способы приготовления морбье когда сырное зерно не промывается я делала тоже такими способами да сыр получается хороший но можно сырное зерно и промывать поэтому я вам рекомендую попробовать тот и и другой способ выберите тот что вам понравится остановила я сыроварную и вот проверяю если тут то слепание да есть некое слепание сырного зерна я его все разминаю руками все получается хорошо главное вовремя отреагировать на этот момент вот видите сырное зерно на кусочки слеплюсь немного есть залипание согласитесь это уже не кастрюля когда мы стоим и все это варим вот так вот вручную без остановки подади сын подади муж они скажут мама делайте сама а нам потом даже когда будет все готово все я проверила все промешала опять включаю мешалочку и пусть она работает я этот процесс буду контролировать через 10 минут еще проверю и так вымешивание составит до 20 25 минут вот так вымешивая при температуре 38 градусов как раз получается на два интервала включаем миксер он вращается поднимаем сырное зерно и опускаем вымешивание окончено теперь я убираю миксер и сливаю примерно 30 процентов сыворотки от 20 литров это 6 литров сыворотки будет поехали убираем мешалочку сливаем сыворотку с этой сыворотки можете сразу приготовить сыр рикотта получается еще и на десерт хватит так как сейчас буду забирать сыворотку здесь есть мерная шкала хорошая вещь когда мы понимаем сколько у нас молока залито и кстати когда мы заполняем в сыроварь и молоко тоже легко увидеть сколько у нас здесь молока и уже рассчитать сколько нужно ингредиентов там фермента запасных культур хлористого кальция пожалуйста залили с легкостью все понять и рассчитать вот и номерная шкала отобрала 5 литров сыворотки и немножечко отберем далее я буду вливать водичку температурой 45 градусов и вымешивать сырное зерно здесь у меня вода уже пастеризованная показываю как есть этот процесс я буду делать в ручном режиме так скажем просто их разбиваем ручками и доливаю горячую водичку сколько по времени займет этот процесс вот разбавление водой примерно 10 минут далее будем перекладывать сырное зерно в две формы далее будем соединять эти две шайбы между собой просыпав все золой я буду использовать активированный уголь перемолотый сейчас весь процесс увидите более подробно можете это делать все мешалкой пожалуйста делайте мешалкой я сейчас это все быстренько промешаю то буквально 8 10 минут перемешиваем у нас еще более осушивается цветом вот такой консистенции да есть немножечко залипания я уже говорила но это не так критично самое главное чтобы знаете было все равномерно сырное зерно не было вот таких вот например крупных кусков сгустка мягких таких с сывороткой потому что если мы будем делать головку сыра то например вот здесь вот есть мелкое сырное зерно есть которое крупное и вот в этих местах где есть это вот влажное такое нежное сырное зерно там может образовываться плесень или неравномерно происходить просол то есть вот такие пороки будут в теле сыра тело тело сыра будет неравномерное поэтому на момент постановки сырного зерна нужно вот когда говорю если попадаются крупные кусочки их нужно разрезать измельчить чтобы обсушка сырного зерна в сыворотке происходило равномерно потому что это будет влиять в итоге на качество сыра короче сыроделие оно состоит из всех таких нюансов фишек что-то новенькое каждый сыровар для себя вносит и получается в итоге хороший сыр если все процессы соблюдены вот видите попалось мне вот такое вот сырное зерно вот оно вот как бы недопустимо да такой вот мелкой вот такой видите сколько влаги сыворотки вот этого нам нельзя допускать поэтому его поймали и мы его измельчили когда мы доливаем воду то температура нашего сырного зерна должна повыситься 39-40 градусов если вы влили воду но температура не достигнута просто нужно это догреть я это и сейчас и сделаю на 2 градуса подогрею напоминаю что воду которую я вливала сырное зерно была вода пастеризованная температурой 45 градусов все температура достигнута вымешивание окончено еще 10 минут я вымешивала теперь нам понадобится ткань в которой мы будем перекладывать наше сырное зерно ткань я эту замочу в этой сыворотки подготовлю нее то есть этими же бактериями культурами рядышком положим теперь я сырное зерно освобожу от сыворотки так стоп выйти из программы выйти освобожу до сыворотки то есть до сырного зерна я удаляю сыворотку и буду раскладывать по двум формочкам ведь изначально сыр делался как вечернее молоко собирали делали головку сыра потом присыпали залой на следующий день уже там утром или вечером две шайбы между собой склеивали и просла и вот этот залой вот это присыпали здесь мы получается имитируем этот сыр делая да и вот эту прослойку чтобы она была вот ровненькая внутри именно нужно создать две отдельные шайбы то сделать у нас будет происходить сначала сама прессование 20-30 минут потом эти две головочки между собой соединим а внутри мы все просыпем этой залой и от края мы должны отступить этой залой ну где-то 2-3 сантиметра чтобы она вот через края у нас вот так вот не выходила чтобы головка с виду была закрытая чистенькая и вот этот весь пепел то есть остался внутри то есть когда мы разрезать внутри будет вот это вот красивая полосочка этот сыр я вам покажу у нас есть копченый марбье на разрезе все вы подробно увидите посмотрите головка тоже сварена из 20 литров молока очень классный ароматный сыр да этот сыр марбье можно еще и закоптить поэтому здесь уже на свое усмотрение сыр может вызвать этот и в натуральной коры корочки то есть все мы будем намывать ее до или же закрытие в латексное покрытие но это будет уже немножко другой вариант в арбе марбье более плотный но тем не менее тоже получается очень хорошо если вы выдержку хотите более четырех месяцев то я вам рекомендую в латексное покрытие закрыть такую большую ткань я использую здесь у меня две формы вот эту ткань я не буду два куска ткани брать да она у меня большущая поэтому я ее просто застилаю на две формы здесь чтобы мне сырное зерно смотрите не почерпывалось да когда буду сливать эту сыворотку с водой я просто вот такой вот тушлачок помещаю на поверхность сыворотки и ковшом просто удаляю сыворотка вся чистая сырное зерно у нас внизу все происходит просто классно удобно таким способом легко просто и понятно кто не знает что так можно сделать берите на заметку потому что в сыроделии много заметок все состоит из всяких нюансов все сырное зерно мне уже практически показалось будем вот перекладывать по форме теперь нужно визуально ровно разложить смотрите берем как чтобы вот один ковш в одну форму второй ковш во вторую форму и так я все сырное зерно разделю поровну никого не обидев сюда пол ковша и здесь остается на вторую часть тоже пол ковша мы все это подберем все сырное зерно вот как раз получилось две шайбочки что дальше можно сделать просто немножечко умять ручками ветром бовать их так скажем и оставить на самопрессование сейчас и вот эту вот всю сыворотку зерно солью сюда сырное зерно и вот так даже прикрою тканью полчаса и свободного времени можно с чистой совестью помыть сыроварня как мы это делаем уберем воду горячую и моем сейчас водичка нальется и помой моется сыроварня проще простого проще кастрюли наливается туда вода с моющим средством моете я мою свое оборудование еще третье хлором это такое замечательное средство наводится по инструкции и пожалуйста все чистенько все восхлорировано только обязательно действуйте по инструкции всю обработку дезинфекцию холодильников вы производите вот этим раствором есть растворы которые наводятся именно под распыление прям вот знаете вот камеру сыров выдержки мы мыли мы прям там и и вот знаете вот всю просто вот с распылителя дезинфицировали да чтобы заложить чистенькие головочки сыра чтобы все вся плесень все там микробы бактерии которые содержатся это все значит ушло вот и поэтому наводится это все по инструкции рабочие растворы более такие для концентрированной там также для стирки но используется короче почитайте инструкцию рекомендую приобрести препарат тут реально чистота от него хоть в цехе мы тоже все моем тоже вот и наводим и моем и полы и оборудование и стены и посуду и там стирку добавляем короче ну классное средство приступаем полчаса прошло далее все очень просто я все-таки рекомендую делать в ткани в салфетке просто берем переворачиваем головочку потому что сырочек получается хорошенький ровненький укладываем этот мы перевернем когда будем сюда закладывать теперь берем у меня уже на молотая на молотый уголь где же моя это антон просто ситечка ситечка насыпаю ой насыпаем и распределяем густо сильно не надо делать у меня вот не получилось так как я вам говорила прям идеально вот в одном месте видите прям высыпалась ничего я сейчас все распределю рукой более-менее равномерно сделали и теперь я помою руку чтобы вот верхнюю часть не испортит смотрите все что у нас вот здесь вот не гладенькая мы помещаем сверху а то что у нас гладенькая мы помещаем с другой стороны сейчас по мою руку скажу вот так на ладошку помещаем и закрываем теперь мы ставим под пресс закрываю здесь тканью видите все чистенько если бы мы вот это перевернем той стороной то вот это вот значит наша зола вот сюда войдет и будет такой знаете как будто сыра с голубой плесенью мы делаем а когда мы ровными слоями складываем друг с другом то получается такая ровненькая полоска первый сыр вот когда его я увидела этот сыр я подумала ой прям какой сыр с голубой плесенью красивый потом попробовала это была ярмарка в каком году уже не помню вот вы на этой ярмарке участвовали я увидела этот сыр морбье вы знаете его сразу потом повторила сделала и мне он очень понравился но реально классный сыр он такой и полутвердый на балде но такая красота между собой у нас склеивается сейчас я все это ставлю под пресс ребят ссылочку на сыроварню я вам оставлю также мониторте эту сыроварню на маркетплейсах потому что бывают реально большие скидки и и вы ее можете просто так сказать урвать и получите сыроварню по очень блин приятной классной цене не пускайте возможности берите в любом случае оборудование вы берете не на один год это хорошее вложение и вы реально получаете будете кормить свою семью и облегчите свой труд говорю из своего личного опыта кто меня смотрит кто меня знает наше дело проверено временем и я всегда вам рекомендую именно то что сама попробовала и протестировала сам производитель у себя на странице заявляет что производит замену ремонт и гарантия один год это хороший срок вы можете купить сыроварню сразу на ней работать понять все нюансы если что-то непонятно если что-то поломалось ну пишите производителю задавайте напрямую им вопросы пусть они решают ваши задачи и если даже что-то поломалось ну вы так не пугайтесь все мы люди все марок и там тоже люди работают поэтому может быть что-то где-то и не так получается но любом случае все вопросы решаемы вы главное пишите ждите ответа не паникуйте и все будет хорошо теперь прессование головки будет происходить один час весом 3-3 с половиной килограмма я буду прессование производить на своем электромеханическом прессе если у вас нет какого-то пресса то нагрузку соответственно делайте сверху устанавливайте какую-то подложку ну и уже создавайте давление на пресс чтобы головка прессовалась через час я головку сыра переверну в этой же ткани и поставлю на прессование на 8-10 часов температура в помещении в котором производится прессование 18-20 градусов если у вас температура выше этой температуры ну тогда процесс второй прессование сократите ну до пяти четырех часов чтобы ваш сыр ни в коем случае не перекис вот эти моменты учитывайте ну что ребят теперь встретимся после того как у меня головка от прессуется вот такая головочка сыра получилось после прессования вес я составил 2 килограмма 100 грамм далее сыр я отправляю в холодильник так как после прессования головка сыра теплая но примерно на 6-8 часов когда сыр у нас полностью принимает температуру 10-12 градусов мы его просаливаем просаливаем на 1 килограмм сыра 6 часов посолки в середине времени как всегда ему головочку переворачиваем для лучшего просаливания внимание теплый сыр после прессования не солим после обсушки одни трое суток за это время мы головочку тоже переворачиваем чтобы корочка сохла равномерно она у нас готова для того чтобы уже дали обрабатывать специальным соляным рассолом рассол этот наводится следующим образом наливаем 400 грамм воды вода закипает добавляем туда 4 чайных ложки соли это 20-25 грамм после того как этот рассол остывает мы в него добавляем культуры бреви бактерий на это количество воды 400 грамм я добавила 1 32 чайные ложки этот раствор должен у нас постоять и как бы созреть да то есть культуры там должны у нас вот эти бреви бактерии активироваться на это уходит 10-12 часов и раствор можно использовать внимание бреви бактерии ни в коем случае не добавляйте в горячий рассол мы их добавляем когда наш рассол будет уже остывший 30 градусов можно добавлять 20 градусов а храним этот рассол в холодильнике накрывая его крышечкой и вот специально я отрезала небольшой кусочек ткани для того чтобы обрабатывать головочку сыра этот кусочек ткани мы не меняем и именно им будем всегда обрабатывать головку сыра это будет тряпочка хранится рядышком чтобы вот эти культуры у нас только усиливались и работали на нашей головке сыра намываться корочка будет течение двух месяцев обработка раствором головки сыра будет производиться два раза в неделю при этом головку сыра нужно каждый день будет переворачивать сыр я помещу в контейнер поставлю под сыр обязательно дренаж чтобы ни в коем случае не соприкасался он с поверхностью срок выдержки сыра будет составлять от двух месяцев до четырех в результате должна образовываться корочка влажная и такая липкая цвет головочки сыра будет зависит от выбора брови бактерии они могут быть более желтые или более оранжевые ближе красным поэтому вот этот вид культур будет зависит именно от тех бактерий то есть какой бы раз именно выберете то есть наша задача заключается в том чтобы мы навесли на вид навели на головки сыра такую вот слизь влажная была корочка которая будет в процессе выдержки головку сыра защищать от посторонней плесени заголовочкой ухаживаем смотрим за ней ни в коем случае не даем головки сыра пересыхать иначе сыр треснет лопнет это уже будет повреждение внешнего вида если в процессе выдержки у вас на головке появилась посторонняя плесень что нужно сделать в первую очередь нужно помыть холодильник продезинфицировать его то плесень которая есть на сыре ее нужно счистить щеточкой или каким-нибудь скребочком очень аккуратненько деликатно и далее можно можете продолжать спокойно намывать вот этим раствором специальным с бреви бактериями продолжать то есть то же самое как вы и делали производите обработку головки не в контейнере а лучше на какой-то другой поверхности ничего мы тут не промакиваем не удаляем лишнюю влагу а прям так ее и ставим наш контейнер вот слегка чтобы все это как бы не текло то есть вот эта влажность должна сохраняться то есть наши бреви бактерии должны здесь на поверхности сыра сработать и у нас должна получиться такая слизь эту слизь не нужно смывать не бойтесь этого специальные слизневые сыры которые как раз будут красивые после выдержки все помещаю в контейнер подготовила я контейнер потом необычный контейнер он у меня глубокий можно взять контейнера немножечко пониже если увидите что прям сильно там влажности много вы можете просто край то есть контейнера приоткрыть да просто вот так сделать чтобы сыр немножечко подышал ну как бы подышал дыхнул воздухом это только блага благоприятно скажется на сыре а так чтобы сохранить влажность 85 90 процентов все это дело мы производим именно в контейнере потому что в домашних условиях это но практичнее всего и легче всего вот пример у нас сыры это сыр с лисичкой мы его аналогичным раствором намываем но здесь уже происходит намывать это корочка по суше здесь я такую сильную слизь наводить не буду потому что этот сыр будет у меня зреть не до 4 месяцев а более 6 месяцев поэтому я вот навожу сейчас вот такой вот красоту тоже здесь да и постоянно тоже регулирую здесь влажность поменьше когда вот этот сыр у нас развивается лисичками до 85 процентов а так 75 85 процентов я здесь навожу корочку чтобы она была красивая и далее я сыр этот уже буду покрывать латексным покрытием потому что не хочу рисковать также во время выдержки головочка сыра обязательно переворачивается если мы не будем головку сыра переворачивать что может происходить она просто если на ровной поверхности она просто как бы как бы сыр срастается понимаете и потом нужно либо полку ломать либо сыр это конечно мало приятного очень обидно потом становится что столько труда вложено и вот такой вот результат получился оказывается ну забыли но дела же ведь у всех но бывает такое что ну забыл забывается все каждый день много всего разного происходит поэтому если сделали сыр поставили на него обязательно да туда то есть сейчас выработки обязательно приклеиваем на сыр чтобы видеть когда сыр у нас уже будет готов и вот такие большие головки обязательно с даты все наклеечку я наклеиваю и отправляю уже в камеру на выдержке все сыры с красивой корочкой вот такой вот сыр с намыванием сыры у нас с крапивой на с крапивой с семечками короче красота неимоверная зелененькие такие красивые все будут покрыты прозрачным латексным покрытием вся красота это передается латекс лишь только вот как пленка защищает это не вакуум вакууме сыр будет задыхаться от именно вот пленка на ведь дышащие латексное покрытие поэтому классно вот классно практично и очень удобно и выгодно вот этим латексом как говорится работать но это уже вызревший сыр марбье выдержка около 10 месяцев у меня не было прозрачного латекса я его закрыла в коричневый латекс продегустируем его вместе с вами и опишем его вкус друзья ну что сыр мы разрезали теперь его попробую слушайте ну прям знаете вот хрустит настолько вот молочно концентрированный уже стал этот сыр кристаллики просто от хрустят ну классный настолько он сливочный ароматный и вкус брови бактерий слышал он просто классный ну вот так он выглядит посмотрите на вот какая вот прослочка образуется видите она такая ровненькая да немножечко на мне не по центру до немножечко вниз или так немножечко вверх если перевернуть но получается достаточно все эстетично и красиво хочу сказать что сыр этот абсолютно не сложен в исполнении его сможете с легкостью повторить сыроварни или в кастрюле на небольшом объеме тем более вы можно делать из разного количества молока там 5 литров 10-15 у кого сколько есть и какой есть молоко слушайте друзья но тут чувствуется аромат копчения вот спросила как раз у антона да это действительно головка с копчением здесь настолько все знаете вот классно как будто вот идешь на запах каких-то вот жареных овощей или фруктов от настолько этот дымочек прям но классно сочетается просто вот замечательно вот смотрите вот этот пепел который вот про прокладывается можно там залу пепел до закоптили получается вообще просто огонь сыр насколько пахнет вообще обалденно просто классный очень хороший сыр рекомендую обязательно сделать кто любит наблюдать за процессом производства сыра или любят настоящий натуральный крафтовый сыр вы можете заказывать его у нас для заказа сырных наборов пишите в наши социальные сети ссылочки под видеороликом что касается вопросов по темам роликов задавайте пожалуйста на канале чтобы другие люди могли видеть ответы в личных сообщениях своих социальных сетях я провожу индивидуальные платные мастер-классы консультации и принимаю заказы на сыр тем кому интересно варить сыр профессиональной сыроварни ссылочка на это оборудование будет под видеороликом с вами была ольга елисеева сыроварня елисеевых до новых встреч пока и мастер-классы мастер-классы Субтитры сделал DimaTorzok